Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы! Мое отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке и Адамян. Перед тем, как перейду к обзору, хочу ответить на комментарии. Ребята, просто не смогла. Пропал резко свет. Пропадает свет, пропадает, естественно, мой кабельный интернет. Мобильный интернет вообще не грузится. Ну, короче, не смогла найти коммент и ответить. Отвечу вот так вот. Что я хочу сказать? Прилетел комментарий по поводу того, какая я плохая женщина. Какой я ужасный человек, потому что я трогаю Надю. Я типа, во мне разочарована. Но первое, что хочу сказать, не надо мне очаровываться. Я не просила вас мной очаровываться. Это раз. Но странно как-то очаровываться человеком, которого ты не знаешь. То есть, если вас так легко очаровать, значит, вас точно так же легко разочаровать. Я никогда не била себя в пяткой грудь и никогда не кричала, что я идеальная, самая добрая, самая лучшая, самая щедрая. Я никогда вам не снимала контент, какая я молодец и как я всем помогаю. И уж, конечно, как я могу тягаться с Надей. И, кстати, можно обидеть того только человека, который обижается. Надя отыгрывает только поставленную ей роль, отведенную, какая жертва, какая жертва. И всех это устраивает. Сивка на этом пилит контент. Надя за это получает свои плюшки. А вы тогда подлинно верите в то, что вам демонстрирует Надя. И, конечно, я плохой человек. Я не самая лучшая, представляете? Не самая образованная, не самая начитанная. Я не все в мире знаю. Не самая щедрая. Я знаю, что есть люди намного добрее, щедрее меня и так далее. Ну вот не самая я, представляете? Но есть вот такой вот грешок. Водится он за мной. А вторая сторона медали по поводу того, что я не могу тягаться с Надей. Нет, не могу, ребята. Конечно, я не могу вам сесть на камеру и показать, например, как я каждую неделю 200 блинчиков жарю, 200 котлет жарю, 200 отбивных херячих. А прикиньте, какой можно сделать контент. Вначале поехала на закупки, на вот это все по 200. После этого стою и кашеварю, и вам делаю контент. Какая я молодец. А потом я, например, куда-нибудь это передаю. Ну, солдатам засыл. И все умиляются. Какая картинка. Какая же она молодец. Я... Ребята, прошу прощения, приболела. Поэтому голос периодически хрипит. Я, если делаю добро, и когда я его делаю, это я делаю не для вас. Не для того, чтобы вы мне сказали, вау, какая ты классная, какая ты крутая. Я это делаю, потому что я этого хочу. Так мне говорит мой внутренний голос, да. Так мне подсказывает мое сердце. И у меня мозгов не хватает, что нужно в этот момент включить камеру. Ну, вот представьте, да. Я, например, подхожу к бабушке и покупаю у нее яблоки. Почему? Потому что я вижу, что это старая бабушка. Я вижу при этом, да, что у нее яблоки не такие, например, хорошие, как я могу себе позволить. Но я их покупаю по той простой причине, что я понимаю, блин, как она обратно потащит эти яблоки. Как она их сюда притащила. Ей будет тяжело. Кто эти яблоки купит? Сейчас холодно. Она стоит, ждет, чтобы быстрее уйти домой в тепло. И, естественно, я покупаю эти яблоки. И не важно, нравятся они мне, не нравятся. Думаю, блин, ну, дети поедят. Да, в следующий раз куплю такие, какие они любят. Но в этот момент у меня не хватает мозгов включить камеру. А знаете почему? Потому что я понимаю, что я могу человека элементарно поставить в неловкое положение. Вывести ее из ее зоны комфорта. Человеку может быть стыдно, неудобно, неприятно. А я, блин, возьму и скажу, вау, гляньте, какая я классная. И еще оставлю какой-нибудь полтишок, соточку сверху. Я могу себе это позволить сделать, но я не могу себе позволить это сделать на камеру. Прикиньте, вот такие тоже моменты бывают. И не факт, что я даже это делаю. Может, я вам просто сейчас делаю бла-бла. Поэтому, вы знаете, когда вы воспринимаете серьез вот такого рода формата, да, контент, и считаете, что это показатель доброты, это показатель порядочности, меня это шарахает. Когда человек хочет помочь, когда человек хочет что-то сделать, он не будет об этом кричать на камеру. Он не будет вам, тем более, уж это снимать, вот так вот брать, да, наводить телефон и показывать, какой он молодец, потому что Надя напекла там 30-40 беляшей, которые она отвезла. И уж тем более умиляться той картинкой, что Надю бедную так унижают, а я такая плохая, потому что я на нее лью грязь. Поверьте, больше грязи, чем Надя, уже сама на себя вылила. И чем на нее льет Адамян, мои вот эти бла-бла-бла, это детский лепет. Объясню почему. Ребята, скажите мне, пожалуйста, что вас лично по жизни больше травмирует, да, шокирует, удивляет, да, вы считаете предательством, подлостью. Когда о вас говорят люди, которых вы даже не знаете, да, вот, ну вот они прошли, ну что-то сказали, вот я, например, вчера была в магазине, мне женщина стоит, вот я стою с телегой продуктов, да, и вот женщина стоит, она стоит с корзинкой, говорит, нихрена себе жрут, сколько они нагребают, сколько вы нагребаете. Какая мне разница на то, что скажет этот человек. Я же не буду стоять и ей доказывать, что я приезжаю на закупки раз в неделю, что у меня дети, не знаю, что будет со светом. Приеду я в следующий раз, угадаю я, да, есть свет в супермаркете, нет. Смогу я рассчитаться карточкой? Не смогу. Сниму я наличку? Не сниму. Ну вот эти все моменты. Мне, в принципе, да, ну сказала она и сказала, мне фиолетово, дочь моя стоит, говорит, мама, блин, а почему женщина так? Я объяснила, что может быть у человека просто плохое настроение, может быть мы ей помешали в этот момент, да, может быть мы ее зацепили и не извинились, потому что не увидели, что мы ее зацепили. Ну короче, я дочке объяснила, нафига ты вообще, да, заморачиваешься и думаешь об этом. То есть человек причину своей агрессии к нам не высказал, почему она вот так отреагировала на нас. И мать его так. И совсем другое, когда тебе что-то говорят люди, которые действительно для тебя важны. Ну вот представьте, да, если бы, например, мне подошла моя мама и сказала, вот это вы жрете, это охренеть можно. Ну вот как мне сказала эта женщина. Меня бы это как-то обидело, я бы начала узнавать причину, да, почему моя мама так отреагировала, почему она так говорит и так далее. Слова чужих людей не ранят, потому что ты этих людей не знаешь. Ты с ними пересекся вот так вот, да, и все, до свидания. Сколько есть людей, которые могут тебя оскорбить, обозвать, потому что вот просто, блин, у нее хреновое настроение. Вот ей дома кто-то его испортил, и она думает, блин, на кого бы мне сейчас сорваться. И вот ты получаешься в этот момент девочкой для битья. И спокойненько себе идешь по жизни дальше, потому что ты этого человека не знаешь. И не факт, что ты его вообще когда-то в своей жизни еще раз встретишь. Но совсем другое, как нас ранят слова, да, наших родных и близких. Ну вот представляем, да, что вот тебя назвал чужой человек курвой. Ты как-то отреагируешь? Нет. Ты просто, ну подумаешь, да, ну, ляпнула и ляпнула. Может быть, даже в ответ огрызнешься. Но если тебе близкий твой человек скажет, что ты курва, вот это будет больно, вот это будет обидно, вот это будет унизительно. Так вот, почувствуйте разницу. То, что говорю я, я озвучиваю по факту, я не лезу в ее прошлое, я не делаю никаких там расследований, разоблачений. Я говорю по факту, увидено во мной, и по факту того, как я это воспринимаю. И совсем другое, что с ней делают за Дамяна. Интересно, вот вы мне говорите, да, ты такая плохая, ты обидела Надю. Почему вот в этот же самый момент, например, не говорите тоже самое Севке, не говорите Наде, что так нельзя. Хотя ей об этом говорят, но заметьте, Надя на это даже не реагирует. Она огрызается на зрителей, она отгавкивается и все равно продолжает делать то же самое. Поэтому, повторяю, невозможно обидеть человека, у которого нет чувства, у которого чувство обиды атрофировано. Уважение к себе, восприятие адекватно себя, любовь, в первую очередь, любовь к себе. Потому что если человек не способен любить себя, он не способен любить никого. Потому что он не знает, что это за чувство. Если человек не способен уважать себя, он не будет уважать никого. И это логика. Поэтому, когда вы мне такое пишете, вы думаете, вы меня как-то задели, что вы разочарованы, я плохая? Нет. Я вам просто вот ответила, да, на элементарные какие-то моменты. Простите, но когда Севка, да, Надя приводит пример детектора лжи, как типа ее там будут выводить на чистую воду, и задает вот такой подковерный вопрос, изменял ли ей когда-нибудь муж? Вы знаете, ребята, ну и когда Надя начинает на это отвечать, говорит нет, а потом Севка спалил ее, что она врет, и она перед этой гнидой начинает оправдываться за свою личную жизнь, за поступки своего мужа. Может быть, муж действительно изменял. Это неправильно, так не должно быть. Но она это простила, и они жили дальше. Да, как-то это перетерлось, месиво все, и что-то из этого месива получилось. Люди оставили это в прошлом и пошли по жизни дальше. Тем более, когда ты знаешь, что этот человек уже умер. И вы сравните, да, мои вот эти вот рассуждения за Надю, мои высказывания, мои мысли против вот таких вот действий. И заметьте, он не вырезал этот контент. Больше всего дальше меня поразило, когда Надя начала его вымаливать, выключить камеру, чтобы она вне камеры ему это все объяснила. Меня вот это действительно, ребята, просто ошерашило. И как она начала оправдываться, просить, прям вымаливать, да, что не надо трогать память моего мужа. Блин, я бы встала, как зарядила ему в ряху. Вот, я не знаю, там, с правой, с левой. А потом бы просто собралась, развернулась, ушла в этот дом, и никогда больше двери, порог этого дома не переступила. Но не Надя. Она, заметьте, осталась сидеть на месте. Так вот, кто, как еще больше ее можно обидеть, чем ее уже обидели. И, кстати, как сказал потом Севка, что все-таки он правда сказал, ему даже этот факт было очень важно обнародовать, чтобы все знали о том, что Надя муж все-таки изменял. И даже в это самое интимное и сокровенное он умудрился влезть своими грязными руками, лапами, да, вот, ботинками потоптаться по чужой судьбе, по чужой душе. И кто подлее поступает. Поэтому, когда вы мне говорите такие вещи, они меня как минимум удивляют. И самое главное, меня удивляет то, что вы пытаетесь кого-то вразумить, не говорить о Наде плохо. Человек, который сам специально идет на это, человек, который сам устраивает провокации для этого и наслаждается, упивается тем, что ее в роликах мусолят. Ребята, если она сама подставляет себя, как девочку для битья, то возникает вопрос, а почему должны все молчать? И когда вы мне начинаете писать, ты осуждаешь, обсуждаешь Севку Адамяна. Ребята, простите, вы такие интересные, то есть вы пришли на канал, рассказали мне, какая я херовая, при этом я обсуждаю Севку Адамяна. Что сделали вы? А если рассуждать с другой колокольни, а все мы что-то обсуждаем в этой жизни, представляете, осуждаем мы все. Как бы вы ни старались мне рассказывать про Божьи заповеди, про Божий закон, про Библию, Писание и так далее, все мы кого-то в этой жизни обсуждаем и осуждаем. И это логично, и так было, есть и будет. И как бы вы ни пытались играть в добропорядочных, и я типа не такая, я жду трамвая, вот ты такая грязная, я такая возвышенная. Нет, вы ничем далеко не отличаетесь от меня и от моих зрителей. По той простой причине, что вы такие же самые. Вы тут же пришли, обсудили и осудили меня. Поэтому да, девочки, мы ягоды одного с вами поля. И да, мы все что-то обсуждаем, вот да, включил новости, посмотрел, вот увидел какую-то шокирующую новость и бац, сразу ты что сделал? Ее обсудил. Сел на телефон, маме позвонил, подруге, куме, мужу, жене пришел, сказал, блин, вот ты представляешь, вот это я увидел. И начинается обсуждение. На улице встретил знакомого, мало знакомого, незнакомого человека, завязался разговор, и что-то вы стоите и обсуждаете. И, конечно, даже доходите до осуждения. И вот так вот этот мир и существует, так это и работает. Поэтому не надо рассказывать, что вы выше меня. Вот я такая низменная, вы такие высокоморальные люди, вы такие же, как и я. Да, я человек со своими слабостями, со своими чертями, я не знаю, тараканами в голове, как хотите. Такое же самое, как и вы. И я никогда не пыталась казаться лучше, чем я есть. И никогда не играла на камеру. И мне противно, если меня, например, будут жалеть. Потому что я не веду тот образ жизни. Представляете, чтобы меня можно было пожалеть. Чтобы вы сели и сказали, вау, блин, как мне ее жалко. Кстати, мне было бы даже как-то, наверное, дико, чуждо, неприятно, если бы меня жалели чужие люди. Она все делает для того, чтобы ее жалели. Ей комфортно в состоянии ущербности. Ей комфортно, когда об нее вытирают ноги. Это действительно какие-то, я не знаю, объязвимные отношения. Надя действительно, это действительно мазохизм и садизм. То есть по отношению к ней садизм идет, а она моральный садизм. А она этим упивается. Она упивается от боли, от того, что у нее есть основания и повод пострадать. Тем более для меня это вдвойне, ребята, странно, когда эта же женщина рассказывает всем нам, что у нее есть люди, которые ее любят. У нее есть Оля, у нее есть Олины дети, друзья. Так вот, если есть люди, которые тебя действительно любят, которые всегда тебе рады, встречают тебя с распростертыми объятиями, какого ты прешься на планетную, где тебя унижают, где об тебя вытирают ноги. Знаете, это вот как собака. Даже вот у собачки она знает, что у нее есть лежачок, и это ее место. Многие собачки декоративные спят с хозяевами в кровати. Я не знаю, у кого как, у кого на подушке, у кого в ногах, на одеяле, под одеялом, неважно. Но животное четко знает, что вот это мое место. Вот котик знает, что я вот здесь люблю поспать, вот здесь. А у Нади даже этого места нет. Вот она приезжает на планетную, ее пуняют, знаете, вот этот как пинбольный мячик. И она даже не знает, куда теннисный мячик. Вот туда-сюда по даче идут между мамой и Севкой. А она вот этот мячик летающий. И она даже не знает, на чем поле она окажется. И действительно, ей места нет нигде. Она приезжает, ее вот так вот гнобят, ее к ногтю давят, а она этим упивается, тем, что у нее есть основания теперь пострадать. Так вот, если ее любят, почему она не находится там, где ее любят, где они заботятся, где ей всегда рады, если это так. Почему она прется на планетную и участвует в этом дерьмище? А знаете почему? Потому что Наде это нравится. И мало того, это то место, где Надя кайфует. Вот это ее зона комфорта. Покажите мне на секундочку, кто поедет, ребята, туда, где ему некомфортно. Вот да, я не знаю, приведем пример. Если вас где-то оскорбили в каком-то магазине, у вас будет желание еще раз в этот магазин зайти? Ну вот, не знаю, я столкнулась с таким явлением, когда я зашла в магазин выбирать шапку себе и дочери, да, вот зимнюю. И мне продавец стоит, говорит, девушка, вы такая претензионная, я не могу вам угодить. Хотя не было никаких претензий. Я спросила, какие есть модели, цвета и так далее. Претензий не было никаких. Я как раз самый такой, знаете, адекватный покупатель, потому что сама не раз была в роли продавца. Я знаю, как покупатели, категория покупателей умеет выносить мозг. Поэтому всегда стараюсь быть достаточно лояльным человеком без напрягов и лишний раз не дергать продавца. Так вот, после таких слов у меня не возникло желания ничего купить в этом магазине. Я просто развернулась, его покинула и пошла благополучно с ребенком в другой магазин. Скажите, пожалуйста, я вернусь еще раз в этот магазин? Конечно же нет, пусть там уже будет другой, да, продавец. Но у меня останется осадочек, и это логично. И уже желание прийти опять туда за покупками у меня не будет никакого. То же самое и здесь. Если бы Наде это не нравилось, что ее полощат в комментариях, что ее полощат Адамяны, ее бы ноги не было в этом, я не знаю, ужас. А коль человек туда прется сам и безостановочно, и ее даже не приглашают, а то она сама их берет нахрапом и измором, то это говорит о том, что она приезжает и просто кайфует. А потом, ребята, прикиньте, она приезжает в недогарке, открывает телефон и погнала шустрить по комментариям. И мало того, запоминать эти комментарии, опять приезжать к Севке и давать типа отпор этой самой аудитории. Второй момент. Возьмите, как ее каждый раз растаптывает Марина. И что Надя делает? Надя сама, вот это вот, да, это больной какой-то у человека, комплекс, я не знаю, больная она израненная изнутри, опять-таки мазохистка, которая сама после этой всей грязи звонит Марине и поддерживает с ней отношения. Ребята, вы мне скажите, пожалуйста, это адекватное действие? То есть, если вас человек оскорбил, и не просто наедине, а оскорбил публично, вот просто публично, я не знаю, вот предположим, вы стоите с человеком на стадионе, и этот человек начинает на вас лить грязь, берет микрофон, рупор, чтобы весь стадион слышал о том, и то даже на стадион не поместится то количество людей, которое просмотрело этот ролик. Но предположим, возьмем этот стадион, и вот так вот взял человек микрофон, рупор, и вот во всеуслышание вас вот так вот замесил. У вас после этого, если вы уже не смогли дать ему отпор, да, словесно, физически, неважно, у вас после этого хватит мозгов взять телефон и самому звонить этому человеку. Конечно же, нет, вы просто этого не сделаете, да, вы будете считать, фу, это ужасный, мерзительный человек, я не хочу с ним больше его там не слышать, не видеть, ни уж тем более поддерживать никаких отношений. И вы никогда этого не совершите. Но обратите внимание, Надька благополучно за спиной зрителей, за спиной Ютуба звонит, даже за спиной Севки, и Севка этого не знал, звонит Марине, приглашает ее к себе в гости, поддерживает с ней отношения и о житии, бытие разговаривает. Поэтому, когда вы говорите, что Надя вот такая бедная, несчастная, глупая овечка, ни хрена подобного, это волчара в овечьей шкуре, которая перед вами отыгрывает, повторюсь, отведенную роль. И не более того, ей нравится этот сценарий, она готова, ну вот как актер, да, не всегда, например же, он играет каких-то положительных героев, бывает он играет отпетых негодяев. Вот так же самое и Надя, она играет контент жертвы. Какая я бедная, какая я несчастная, но она далеко не такой человек, коим хочет казаться. Невозможно обидеть того человека, который не обижается. А если вам на нее обидно, за нее обидно, то это уже ваши проблемы. Вам нужно разбираться в себе, почему вам обидно и жалко того человека, который не хочет вашей жалости, сочувствия и ваших обид. Они ей не нужны. И тут, ребята, даже не любовь к севке. Тут больше всего у Нади корость и свой собственный интерес. Ведь, как озвучила Надя, ее и в Швецию приглашают, и в Америку приглашают. Но когда Надя с недогарок могла об этом мечтать? И вот обратите внимание, даже в одном из роликов было очень четко видно, когда севка хотел покормить бездомную собачку. Это очень характеризовало каждого из этих персонажей. Вот Коки звонит севке, потому что сам не в состоянии отойти 3, 5, 10, 100 метров, купить собакке, ну я не знаю, колбасы, корма и покормить. Коки как решает свои проблемы? Звонком к севке. Вынеси что-нибудь, тут бездомная собачка, ее нужно покормить. Мама тут же говорит, чего тебе вообще звонят со всеми этими бездомными собачками. То есть это вот очень яркое было отражение каждого из них нутра вот этой натура. Коки настолько не самостоятельен, что первое, да, звонок к севке, ну я типа на этом свой долг выполнил, я тебе сообщил, что тут голодная собачка, а ты уже реши этот вопрос. И остался сидеть в машинке и наблюдать за голодной собачкой. Севка тут же начал озадачивать маму, чем покормить эту собачку. При этом мама сказала, на черта тебе вообще нужна эта голодная собачка. То есть, да, почему вообще тебя все время звонят, дергают за этих голодных бездомных животных. А Надя тут же сейчас я что-нибудь придумаю и покормлю. Очень четко их это проявило. Каждого из них, натуру и сущность. И поэтому, ребята, если человек не жалеет сам себя, если его не жалеют близкие люди, ему не сочувствуют. Они не думают о его чувствах. Будет ему больно, не будет. Приятно, неприятно. То почему я должна думать о Надяных чувствах? А если вы о них думаете, для меня это как-то странно. Вы подумайте о своих чувствах, о чувствах близких вас людей, дорогих для вас людей, а не Наде. Человек приехал, отработал свою роль и свои трудодни и благополучно уехал обратно. И, кстати, обратите внимание, с какой чуткой регулярностью она готова возвращаться обратно. Она бы, в принципе, и не уезжала, тем более, когда она ранее заявила, что она вообще не хочет отсюда уезжать. Ей здесь очень хорошо. Если ей комфортно, то что вы вообще думаете за ее чувства? Ей комфортно, ей это нравится. Поэтому, ребята, ну это такой вот даже не совсем обзор, а вот мысли вслух. Поэтому, ну, хотите писать, пишите такое. Мне фиолетово, меня это не трогает. Но выглядит, мягко говоря, как-то, ну, глупо и смешно. Вот такой обзор получился. Это продолжение, короче, ребят, следует. Всем пока, до новых встреч.